Археологическая экспедиция в первый город Заполярье отправилась из Наринмара в день, когда православные чтят память святых благоверных князей Бориса и Глеба. Археолог, биогеограф, геофизик и местные жители два месяца будут исследовать городище. С 1986 года отряды экспедиции работают на просторах Арктики, на острове Вайгач, Таймыр, Врангеля, на Новой Земле, в земле Франции Иосифа, в Соловецких островах. На Ненецкой земле Центр ведёт свою работу с 1991 года. Центр активно сотрудничает с Пустозерским и Краевическим музеем, волонтёрами, коренными жителями. Первым исследователем, археологом, который работал на Пустозерске, это был Олег Владимирович Овсянников. С его благословения мы сюда, если можно так сказать, попали. Пустозерск интересен тем, что это как город, такая своеобразная модель освоения Арктики и Сибири. Центр, база. Памятник городище Пустозерск – это единственный подобный на территории Ненецкого округа охранный объект государственного значения и, несомненно, требует к себе повышенного внимания. В последние годы интерес к истории Пустозерска сказывается на возросшем потоке туристов, а кресты на месте гибели протопопа Авакума стали местом паломничества староверов. Город был зарублен по приказу царя Ивана III осенью 1499 года. Его основали не на самой печоре, а на некотором удалении от неё, на полуостровах у Пустоозера. Это озеро было известно обилием всяческой рыбы, но места вокруг были голыми, безлесными. Потому и город получил название Пустозерск. Позже озеро стало именоваться Городецким, а рукав, соединяющий Печору с озером, – Городецким шаром. Копать Пустозерск достаточно тяжело, поскольку здесь мерзлота многолетняя присутствует в слое. И, конечно, это очень тяжёлый труд, но очень интересный. Интересны раскопки и потому, что слой льда хорошо сохраняет органические материалы – дерево, ткань, кожу, что во многих старинных русских городах отсутствует. Можно найти хорошо сохранившиеся части домов, обувь, костяные изделия, которые дадут представление о жизни и быте жителей древнего города. Например, по раскопкам прошлых лет можно сделать вывод, что жили в Пустозерске не только промысловики, но и ремесленники, и охотники на китов, и даже ювелиры. Большинство членов наших свидетельств – это православные люди. Без сотрудничества с церковью, без её моглосовения, ну и не будучи православным, конечно, это было бы гораздо сложнее проводить. Епископ Наринмарский Мизенский Яков – подвижник исследования Русского Севера. Он отслужил молебен и благословил археологов на плодотворную работу. Я усматриваю особый смысл, действительно промыслительный, в том, что вы приступаете к этому трудному, очень ответственному и богоугодному делу, в день, когда Русская Православная Церковь чтит своих первых святых, святых благоверных князей Бориса и Глеба, Божьей помощи. И да, помогают они нам. Участники экспедиции представят результаты работы в сентябре на научно-практической конференции «Пустозерск и русская Арктика. История, культура и современность», посвященной 515-летию со дня основания Пустозерска и 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.